МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Надежда Николаевна. Чего тебе, блохин? Верните мне шапку. Нестыда, несовести у тебя, блохин, шапку ему вернуть. Ты класс мыть пришел, так мой. Надежда Николаевна, прошу вас в последний раз, верните мне шапку. Ну что смотришь, как баран на новые ворота? Не верну. Вы сухарь и стерва, вот вы кто. Погода какая, а? Шикарно. Ой, вы знаете, Василий Степаныч, современные дети требуют внимания. Современные дети требуют ремня. Да нет, эти методы давно устарели. Надя. Надя! Надя! Что? Пусть и нету. Ой, только этого не хватало. Это произошло в одной из школ города Горловки. В школьном дворе директор и учитель труда обнаружили тело своей коллеги. Все выглядело как несчастный случай. После урока в учительнице физики Надежда Николаевна Громова поливала цветы в своем классе и по неосторожности выпала из окна. Однако прибывшие на место преступления эксперты засомневались в этой версии. Тело женщины находилось подозрительно далеко от окна. Это могло означать, что выпасть Надежде Николаевне помогли, толкнув ее. О предварительных выводах эксперты сообщили в прокуратуру. На место незамедлительно выехала следователь Хатиненко. Надежда Адольфовна Хатиненко имела репутацию человека с тяжелым характером. Все, кто имел с ней дело, предпочитали больше не сталкиваться. Здравствуйте. О, Адольфовна. Смотри, как шурует. Я на нем гуморе. День добрый, Надежда Адольфовна. Кому добрый, а кому я не очень. Андрей, иди сюда. Спасибо. Давай рассказывай, что у нас тут? Завуч, фамилия Громова, 45 лет. Преподавала физику. Скорее всего, вытолкнули из окна. Имитация несчастного случая. Тело обнаружила директор школы и трудовик, когда вышли на перекур. А что, родственники есть у нее? Сообщили? Да, есть дочка, студентка. Учится в Донецке. Ей сообщили. А муж в командировке в Краматорске. Его ищут. Валерий Львович, что у вас? Значит так. Если можно, покороче. На юбке в районе талии имеются смазанные следы. Свежая масляная краска. Сорвана центральная пуговица на блузке. Вероятно, оторвалась, когда жертва переваливалась через подоконник. А что с зацепками? Зацепки? В смысле зацепки? На колготах носов от щикола, так и выше. На капроновых колготах Громовой и правда оказались симметричные затяжки в районе икр. Криминалист предположил, что преступник взял жертву за ноги и выбросил из окна. Но явных следов борьбы я не вижу. Ногти надорваны и только. Сделаю анализы под ногтевого содержима, может быть что-то и выплывет. Федор Сергеевич, время смерти установили? Полтора, максимум два часа назад. Хорошо, завтра к девяти я жду вас с полным отчетом. Пожалуйста, не задерживайтесь. Андрюша, Носов, все, мы наверх. Оперативная группа с директором школы направились на третий этаж школы, в класс, из окна которого выпала Надежда Громова. Евгения Владимировна, это что такое? Я же еще по телефону просил, ничего на месте происшествия не трогать. Так я в классе ничего и не трогала, я туда даже не заходила. Ну а тут коридор-то, ну чего, ну мою себе и мою. Люда, иди. Нашла время спорить в самом деле. Пройдемте. Первое, что привлекло внимание следователя при входе в класс, довольно ощутимый запах масляной краски. Дайте-ка мне перчатку. На подоконнике следы краски, ориентировочно двухдневной давности. Андрей, пойди осмотрись. Непонятно, а зачем красили? Почему не дождались каникул? Воняет же. Я считаю, пускай уже лучше так. Есть у нас умник один, это он подоконник испоганил. Валерий Блохин выцарапал на подоконнике имя одноклассника, а рядом матерное слово. Ну да так постарался, что еле закрасили. Спасибо вот Василию Степановичу, выручил. Да там не беда была, я шкуркой затерл и покрасил себя. А Валерий Львович, а можно вас на секундочку? Так, по первому впечатлению, что думаете? Учительница поливала цветы, но как лейка оказалась за окном, пока непонятно. И следы на подоконнике отсутствуют. А вот и пуговичка от блузки. Кстати, туфельки вам не жгут? Кстати, в отношении туфелек. Окно свежепокрашенное, у погибшей были туфли на высоком каблуке. Если бы она стояла на подоконнике, значит остался бы след от каблуков, а его нет. Скажите, а где у вас можно тут набойки себе сделать? У меня туфли новые. Я вам расскажу, тут рядом есть мастер такой с руками. Вот я ему недавно и относил туфли как раз. Вот спасибо. А Валерий Львович, а можно еще раз вас попросить подойти? Без меня никак? Нет, нет, без вас никак. Подойдите. Представьте себе, что учительница стояла вот приблизительно вот так. Потом она зачем-то выглянула. И тут-то ее и подсадили. Что вы делаете? Да не боись. Складно? А у меня тут находочка. Евгения Владимировна, вам эта вещь не знакома? Это шапка Блохина. Блохин это тот самый, который слово вырезал, да? Ну да, это он утром как раз в ней и ходил. Директор рассказала, что перед началом уроков она беседовала с Громовой около ее класса. В коридоре появился Блохин в этой самой шапке-петушке. А вы что, на своих ребят совсем влияния не имеете? Мальчики-школьники Украинской ССР носили форму коричневого цвета, а вот их ровесники из Москвы – синюю. Ее делали из более качественного материала и даже покрой был современен. К тому же в такой форме ходили герои любимых детских фильмов – Сергей Сыроежкин и Коля Герасимов. «Человек разумный. Планета обитания Земля. Форма школьная для мальчика. Модель 3-25-69, ГОС-25-294-82». Раздобыть форму синего цвета – большая удача. Особым шиком считалось прийти в школу в синей, московской форме и выделиться среди остальных учеников. Щегол какой. В форме синей, в шапке. Блохин! Блохин, иди сюда. Сними шапку. Ты в школе, а не в подворотне. Сними шапку. Нет, я не сниму. Сними шапку, я сказала. Нет. Ах ты, гадюха что-то. Лысая башка, дай пирожка. А ну-ка в класс, живо. Извините. Это Валерий Блохин. За последние пару месяцев парень наработал себе целый послужной список. Ссоры с учителями, драки со сверстниками. Однако внимание следствия к фигуре Блохина привлекло другое. Выяснилось, что во время гибели завуча он должен был находиться в классе. Дежурить. В 14.25 его и еще живую Надежду Громову видела в классе учитель математики. В тот же вечер оперативник Голуб отправился по адресу Блохина, чтобы узнать о последних минутах жизни завуча. ЧП в Горловской школе номер 5. Из окна третьего этажа выпала учитель физики Надежда Громова. Удар о землю оказался смертельным. Следствие быстро приходит к выводу, женщину насильно вытолкнули. Выясняется, утром этого дня Громова пристыдила при других учениках школьного шалопая Валерия Блохина. Его видели в классной комнате незадолго до того, как оттуда выпала учительница. Ну что там с Блохиным? Какие новости? Нет его. Не застали и утром. Соседи сказали, что мать ходила, искала сына. Пропал парень, короче. Плохо. Нужно найти. Он нам теперь интересен скорее не как свидетель, а возможно мы имеем первого подозреваемого. Ого, школьник, не торопитесь? Привстань. Зачем? Привстань, привстань. Ближе подойди. А вы? Что напишет эксперт? Эксперт нам пишет, что у погибшей надорваны все ногтевые пластины правой руки. Все. Кроме большого пальца. А что у нас под ногтями? Синяя шерстяная ткань. А, понял. Да ничего ты не понял. Кто у нас носит шерстяные синие костюмы? А, щегол в синем костюме и шапке. Блохин. Правильно. Итак, найди мне этого Блохина. И желательно раньше, чем его найдет мама. Надежда Адольфовна, на вас не похоже. Вы обычно с выводами не торопитесь. У тебя есть иные варианты? Пока нет. Свободен. Есть. На этот раз дверь оперативнику открыла заплаканная мать Валерия Блохина. Здравствуйте, капитан Голуб. Здравствуйте, проходите. Комнату проходите. Присаживайтесь, пожалуйста. Угу. Чаю хотите? Нет, спасибо. Расскажите о сыне. Вчера вернулась с работы домой где-то в начале 10-го. Валеры дома не было. Ну, я подумала, пошел, может, на улицу гулять. А в 12 уже, конечно, заволновалась. Зашла к нему в комнату посмотреть вообще, приходил ли он после школы домой. Портфель на месте. Вот. Копилка. Пустая. Он на гитару импортную целый год собирал. Рублей 40 там было. Ваш сын уже пропадал так? Нет, никогда не пропадал. А куда мог пойти? Ума не привожу. Вы так и не спросили, почему я пришел. Это странно. Я уже привыкла. Валерка в последнее время совсем несносным стал. У него эти полгода начали волосы сильно выпадать. Ходили по врачам, сказали о лапеция. Болезнь такая, раннее выпадение. И, конечно, его дразнили в школе. Конечно, он нервничал. Правда, школьники все же побаивались Блохина. Зачастую выкрикивали оскорбления и убегали. Валера из-за высокого роста выглядел старше своих лет. Многих сверстников это останавливало. Но другие дразнили и издевались над ним. А какие отношения были с классной руководительницей? С Громовой? Да. О мертвых плохо не говорят. А вы уже знаете. Конечно. Я вам так скажу. Она в школе не на своем месте была. В каком смысле? Два дня назад Надежда Громова вызвала мать Блохина в школу. Решила показать, какую надпись сделал ее сын на подоконнике. Полюбуйтесь. Порча имущества. Написал Киселев. Озвучивать не буду, сами понимаете. Надежда Николаевна. Ну, мне правда очень жаль, что так получилось. Мы правда виноваты очень перед вами. Как мы можем исправить ситуацию? Ну, хотите, вот я сама этот подоконник в порядок приведу? Сына своего в порядок приведите. С подоконником тут есть кому разбираться. Ну, я вас очень прошу. Ну, как учителя. Как мать. Ну, поймите его. Валеру затравили. Он... Он стесняется. Он мальчик хороший. И раньше у него проблем таких не было. Мальчик, прекратите ему нос вытирать. Что, глаза опустили? Сами распустили, негодяи. Теперь хотите, чтобы школа воспитанием занималась? У меня без вашего мальчика забот по горло. Конец года на носу. Надежда Николаевна, мы исправимся. Я вам обещаю. Я вам обещаю, что мы исправимся. Поверьте мне, пожалуйста. Так что с классным руководителем нам не повезло. И вот... Ну, продолжайте. Что? Я сама точно не знаю. Но родители других учеников рассказывали, что Громова обещала на экзаменах высокий балл за деньги. А если конверт не занести, средний балл опустят на раз-два. Интересно. Ладно, давайте вернемся к Валерии. Перед тем, как Громова выпала из окна, он был в классе. Скажите, где он может быть? Нам очень сильно нужно с ним поговорить. Это не знаю я. Мне бы с собой поговорить. Если он объявится, наберите. Спросите капитана Голуба. Это я. От вас можно позвонить? Да, пожалуйста. Алло. Это Голуб. Оперативник позвонил следователю Хатиненко. Сообщил, что семиклассник так и не объявился. И самое плохое, что у него есть деньги. 40 рублей. Следователь сказала, что объявит Блохина в розыск, а оперативника направила домой к погибшей. Муж учительницы спешно вернулся из командировки. Мне нужно идти. Вы про Валерочку-то плохого не подумайте. Мальчик хороший. Правда хороший. Хороший. Я с фактами работаю. Они уже покажут, хороший он или... До свидания. До свидания. Товарищ Громов. Товарищ Громов. Товарищ Громов. Я понимаю, утрата. Но, пожалуйста, соберитесь. Да, да, конечно, извините. У вашей жены в школе враги были? Нет. Не знаю. Я вот что думаю. Ну, продолжайте. Надю хотели убить. Что это значит? Дней 10 тому назад она чуть газом не отравилась. В тот день Евгений пораньше ушел с работы. Собирался пойти с товарищем на рыбалку. Зашел домой переодеться и взять с Настей. Надежда спала в гостиной. В кухне на плите стояла выворка с бельем. Конфорка была включена, но огня не было. Видимо, вода закипела и залила пламя. Громов подошел к жене, пытался разбудить. Алло. Алло, скорая, приезжайте скорее. У меня жена без сознания. Громова Надежда Николаевна. Да разве это важно? Ну, 45 лет. Приезжайте скорее. Кто-то закрыл заслонку на чердаке. На чердак кто доступ имеет? Да кто угодно. Школьники эти там постоянно шастали. Ну, я сразу после того случая замок повесил. От греха подальше. Я могу посмотреть вещи вашей жены? Да, да, конечно. Вот они... Они вот тут в основном. Среди исписанных тетрадей и старых газет Громовой оперативник обнаружил кое-что интересное. Вы знаете, что это? Нет. Экзаменационные работы старшеклассников. Набирайте. Обязательно. Как дочь переносит? Плохо переносит. Спать не может в этой квартире. Отправил ее к матери жены. Но так как к похоронам надо готовиться, она скоро должна приехать. О, а вот, кстати, наверное, и она. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы... Люда Прошкина. Техничка. Оказалось, что Прошкина, двоюродная сестра Евгения Громова, приехала из провинции. Надежда помогла ей устроиться в школу уборщицей. Директриса у вас, конечно, с характером. Да, она со всеми так. И с техничкой, и с заучим, ей все равно. А как она с Надей, царство небесное, разговаривала, вы бы только слышали. Ну, школа, все на нервах. Да какая школа? Она сюда приходила, в эту самую квартиру. Около месяца назад Людмила стала невольным свидетелем неприятной сцены. Так она это не клемма. Думаешь, я не знаю, откуда ноги растут? Вы сгущаете краски. Не прикидывайся. Меня кое-кто из Рейно предупредил. Людмила прислушалась. Суть разговора она не поняла. Речь шла о каких-то проверках и махинациях. Отчетливо запомнились последние слова директрисы. Это была угроза. Держись за их за зубами, поняла? Не дергали вас за усы Надежда. Пожалеешь. Хорошо, Евгения Владимировна. Я слов на ветер не бросаю. Я думаю, ты преувеличиваешь. Ладно, разберемся. А вам покойная не говорила суть конфликта? Да нет, я в душе ей не лезла. Знаете, некрасиво это. Если бы она хотела, она бы сама все рассказала. Хорошо, будем разбираться. Выходя из квартиры Громовых, оперативник обратил внимание на двери чердака. Навесной замок был открыт. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Уроки прогуливаем? Мы не прогуливаем. Ладно, ладно. Я вижу. Как сюда попали? Замок висит. У нас в гараже похожий ключ у бати взяли. Попытались открыть, получилось. Оперативник поинтересовался у мальчишек, кто из них перекрыл вентиляционную заслонку. Мы там не шарим. А кто шарит? Мальчик рассказал, дней 10 назад прогуливал математику, уселся в своем шалаше, читал фантастику, услышал шаги, спрятался. Вошла женщина. Она подошла к тому месту, где находится вентиляционная заслонка. Хорошо. Как выглядела эта женщина? Можешь ее описать? Волосы красивые, кудряшками. В конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века советские женщины часто садились в кресло парикмахера с просьбой сделать прическу, как у Барбары Брыльской, как у Гурченко в вокзале для двоих, или как у Пугачевой. Для получения заветных локонов в ход шли разные методы. От перманента, шестимесячной завивки, до термобигуди. Прическу я записал. А может, приметы какие-то, одежда, может, приметная. Вспоминай. Она без одежды была. В смысле? Она в покрывало была укрыта в клетку. Угу. Цвет покрывало? Коричневый, с кисточками. Хорошо. Больше тут не лазить. Ты, Андрюш, хуже школьника. Это не покрывало. Это пончо. Накидка такая. Ну, пончо. По мнению оперативника, женщина в понче могла перекрыть вентиляционную заслонку. Интересно, кто же эта женщина в понче? Я думаю, что директриса. Вот как. Аргументы. Зауч и директор брали деньги с родителей. Зарабатывали на экзаменах. Но, видимо, что-то пошло не так. Есть свидетель, которая видела, как директриса угрожала погибшей. По описанию мальчика. Та, что перекрыла заслонку, похожа на директрису. Небольшого роста. С кудрявыми волосами. Голубь, ну че ты прицепился к этой заслонке? Ну, я напоминаю, что наша училка погибла не от газового отравления, а ее из окна выбросили. К тому же ты на директрисе раны видел? Ну, при чем тут? Не улавливаю. А это наш эксперт проснулся. Он осматривал каблуки погибшей, искал краску. А нашел кровь. Кровь жертвы? Да нет, в том-то и дело, что, скорее всего, убийца, когда выталкивал нашу училку из окна, она его успела каблуком пырнуть. Так, нужно осмотреть директрису на предмет раны. Алло, Хатиненко, слушаю. Сейчас? Вчера. Упустили, значит. Ладно, сейчас к вам голубь подъедет. Значит так, директрису пощупаешь потом. Сейчас езжай на ЖД вокзал. Там кассирша на вокзале опознала нашего блохина. Он брал билеты в Одессу. Иду, там разузнай все. Хорошо. До свидания. Здравствуйте, капитан Голуб. Здравствуйте, я вас слушаю. Я по поводу блохина. А, угу. Как он выглядел? Взрослый такой парнишка. Он еще мелочью за билет заплатил. И на что я обратила внимание, он был в шапке. На улице жара, а он в шапке. А почему сразу в милицию не сообщили, а только сегодня? Ой, голубчик, я ж только сегодня эту бумажку увидела, что его разыскивают. Я сразу к нашим в отделении побежала. Хорошо. На какой поезд билет брал? 172-й до Одессы. Угу. Этот поезд в Одессу когда прибывает? Сейчас гляну. А можно быстрее? Если поезд прибыл, парня не поймает. Сейчас, голубчик, сейчас. О, нашла. Через 20 минут прибывает. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. Блохина задержали прямо на перроне и тут же отправили в Донецк сопровождение. Следователь не хотела терять время и параллельно прорабатывала версию с директрисой. В городском отделе народного образования сообщили, что в школе недавно прошла проверка, нарушений не выявили. Однако архив школы недавно горел. И правомерность выдачи медали проверяли по экзаменационным ведомостям. Следователь поняла, что директриса могла намеренно поджечь архив, тем самым скрыть следы преступления. В таком случае завуч единственный человек, у которой имелись доказательства махинаций с медалями. Следовательно, у директора школы был мотив избавиться от нее. Ну что, Блохин, что-то тебя в Одессу потянуло. К отцу поехал. Угу. Ну так твоя ж учительница, классный руководитель погибла, из окна выпала. Знаю. А мы знаем, что незадолго до этого ты был в классе и дежурил. И что? Блохин, ну ты дурочка-то из себя не строй. Мы же знаем, что накануне тебя учительница опозорила. Вон шапку с тебя сорвала. А ты ей и ответил. Ну да. Все так. Я пришел парты протереть, она как раз в классе была. Парень весь день ходил без головного убора, натерпелся оскорблений. Поэтому, увидев учительницу, попросил вернуть шапку. Надежда Николаевна. Чего тебе, Блохин? Верните мне шапку. Ни стыда, ни совести у тебя, Блохин. Шапку ему вернуть. Ты класс мыть пришел, так мой. Надежда Николаевна, прошу вас последний раз, верните мне шапку. Ну что смотришь, как баран на новые ворота? Не вернул. Вы сухарь и стерва, вот вы кто. Ну вот засранец, закрой рот и дежурь молча, понял меня? Вон из класса. То есть, когда ты из класса уходила, она еще была там? Да. Выживая и здорова. На каблуках погибшей нашли кровь. Скорее всего, она оцарапала своего убийцу этими каблуками. Мы сейчас с тобой поедем в больницу, и тебя осмотрит врач. И если на тебе нет ран, пойдешь домой. Ну а если есть, придется посидеть. Заходите, мы уже закончили. Как дела? Нормально. Ну а что у нас? Врач осмотрела Блохина. Ран трехдневной давности на теле не обнаружила. С высокой долей вероятности можно было сказать, что парень не толкал учительницу из окна. Блохин, можешь быть свободен. Если что-нибудь вспомнишь, дай знать. Хорошо. Да, и вот еще. Выздоравливай. Спасибо. Все результаты анализов здесь, в этом протоколе. У вас все? Нет. У нас есть еще один клиент. Давайте. ЧП в горловской школе номер 5. Из окна третьего этажа выпала учитель физики Надежда Громова. Удар о землю оказался смертельным. Выяснилось. Десятью днями ранее она чуть не погибла у себя дома. Вываривала белье, вода залила огонь. Вентиляционная заслонка на чердаке почему-то оказалась закрыта. На туфле погибшей учительницы эксперты обнаружили кровь. Вероятно, Громова падая, зацепила убийцу каблуком. Задерживают ученика, которого видели в классе незадолго до падения учительницы. На его теле следов от удара каблуком не обнаружено. Все результаты анализов здесь, в этом протоколе. У вас все? Нет. У нас есть еще один клиент. Давайте. Заходите. Это была директор школы Евгения Каменчук. Ей сообщили о подозрении. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Цирк устроили, честное слово. Я директор школы, а не уголовник. Пройдите, пожалуйста, за ширму, снимите одежду и обувь. Вам что, нечего делать? Мы с Надей были приятельницей. Я ее родственницу в школу устроила. Но мотивы вашей дружбы нам, положим, известны. Экзаменационные бланки без оценок, но с печатями школы, уже подшиты к делу. Также нам известно о том, что вы угрожали погибшей. Но у меня алиби есть. Я в мастерской была, с трудовиком. Спросите Василия Степановича, он подтвердит. Василий Степанович лицо заинтересованное. В смысле? В том смысле, что вы сожительствуете с ним. Кстати, в день смерти вашей коллеги я спросила у Василия Степановича, где я могу хорошие набойки сделать. Да, вот эти. Да, вот ваши туфельки. Хорошо. Следователь воспользовалась рекомендацией. Пришла отдать туфли и там же встретила трудовика. Какое-то время мужчина ее не замечал. Я вам туфли в ремонт принесла. Здрасте. У нас где-то туфли через окошко принимают. Ничего, ничего. О, Василий Степанович, здравствуйте. Добрый вечер. Решила туфли в ремонт сдать. Хорошие туфли у вашей жены. Следователь удивилась, как удалось простому трудовику достать редкую модель югославских туфель. Так вот, Василий Степанович вашим алиби служить не может. Вы живете вместе. Пройдите, пожалуйста, за ширму. Я за ширму не пройду. Вызывайте вашего свидетеля, который слышал, что я угрожаю. Я ему или ей в глаза посмотрю. Проходите. Присаживайтесь. Вот она что. Нарядилась. Людмила Прошкина. Работает в вашей школе уборщицей. Родственница погибшей. Утверждает, что вы угрожали Надежде в ее доме. Какие угрозы? Ты что, совсем с ума сошла? Я вообще у Нади дома не была. Вы были у нас дома где-то месяц назад. Скандалили с Надеждой из-за проверки какой-то. Меня не видели. Я тихо зашла в комнату и виду не подавала. Ну, ладно. Была. И что дальше? Были у нас с Надеждой трения по работе. Но есть ссора. А есть убийство. Я не убивала. Ну вот. А только что говорили, что дома не были. Ну как так? Ей что, все с рук сойдет? Я прошу прощения, может, я выйду? Мне нехорошо. Вы можете быть свободны. Спасибо. Ты спрашивал, что такое пончо? Вон оно. Напомню, за 10 дней до убийства Надежды Громовой кто-то перекрыл вентиляционную заслонку на чердаке, пытаясь отравить женщину газом. Под подозрение попала Евгения Каменчук, директор школы. По словам Людмилы Прошкиной, родственницы погибшей, у Каменчук был конфликт с убитой. Кроме того, по описанию школьника, преступница походила на директрису. За исключением одного «но». На женщине, которую он видел на чердаке, было клечатая пончо. В таком научную ставку пришла Людмила Прошкина. Следователь незамедлительно отправила женщину на осмотр к врачу. Проходите за ширмой и раздевайтесь. Давайте, пожалуйста, побыстрее. Я на электричку хочу успеть. Развернитесь спиной. Так, ко мне развернитесь, пожалуйста. Так. Так. Руки покажите. Так, все ясно. Что у нас? Ну что, Надежда Адольфовна, у нее на правой руке глубокая царапина, длиной 4 сантиметра где-то. А давность? По давности, думаю, 3-4 дня. Корочка бурая, кое-где отпадает. Ну что, Людмила, я думаю, что вам сегодня некуда торопиться. Остаетесь в Донецке на пару дней. Ну вы что, издеваетесь? Из-за какой-то царапины? Да я вообще-то уборщицей работаю и ведра каждый день таскаю. А не на перине лежу. Где же ей, Надежда Громова, жена брата, дорогу перешла? Так Людмила Прошкина, Громову, оказывается, вообще не сестра. На, посмотри документы. Тщательная проверка документов Прошкиной показала, что они с Громовым вообще не родственники. Вот это поворот. Так если не сестра, то кто? Ну вот сейчас сам ее спросишь. Давай, зови. Проходите. Присаживайтесь. Ну что, Прошкина, рассказывайте, как вы с Громовым познакомились? Мы познакомились, когда он приезжал в командировку у Курахова. Ну там наш Роман и завязался два года назад. Он не скрывал, что он женат, но сказал, что живет с женой только из-за дочери, что у нее трудный возраст, 16 лет, ну в общем. И как только она поступит в институт, он тут же и разведется с женой. Я поверила. Он предложил мне переехать к ним. Сам придумал план, как это сделать. Евгений решил обхитрить жену и сказать ей, что Людмила – его двоюродная сестра. Я же в детском доме вырос. Из родни никого. Поэтому, когда я скажу, что ты моя сестра, она только обрадуется. Ну не знаю, Женя. Как-то все это некрасиво. Нехорошо, понимаешь? Да ладно тебе, как раз все хорошо. Поживешь в моей квартире, устрою тебя на работу. А там Настя учиться уедет. Я от надежды уйду. Давай. То есть, как переехать? Прямо под нос к законной жене? Ну да. А что мне делать в этом городишке? Ни мужиков нормальных, ни работы. Конечно, я согласилась. Надежда ни о чем не подозревала. Помогла мне найти работу в школе. Уборщицей. Ну тут я и подумала, приехали. Тряпки таскать. Но делать нечего. Хвост поджала и вперед. Думаю, есть же ради чего терпеть. То есть, я так понимаю, что Евгений с законной женой разводиться не особенно торопился? Ну, дочка-то в институт поступила. Но потом он еще целый год мне рассказывал байки. Подожди, мол, понимаешь. То да сё. Ну, в общем, как все мужики. Мужики бывают разные. Но меня ваши амурные дела, в принципе, не интересуют. Мне больше интересно, как вы решились Надежду Громову угарным газом отравить. Да это из-за дачи. Из-за дачи? При чем тут дача? Я уже и домик присмотрела. Озеро, свежий воздух. А, Женька, что думаешь? Думаю, что домику нужен уход. А у меня на это нет времени, у меня работа. Ты не переживай, справимся. Ты, главное, деньги со сберкнижки сними, чтобы дом не упустить. Я в понедельник поеду. Ну? Не ну-ка и Громов. Хорошо. Ты и мертвого говоришь. Хорошо. Ну, а он на следующий день ей на блюдечке вот так вот все деньги и принес. И я понимаю, что никто жениться на мне не собирается. Не уйдет он от жены, да? Ну, тут я и решила, что нужно действовать. В тот день Надежда затеяла большую стирку и поставила вывариваться белье. Пока закипала вода, женщина прилегла в гостиной. Я прикрою окошко, Наденька, чтобы вас не продуло. Спасибо, Людочка. Я почитаю, пока белье кипятится. Ты уходишь? Да, пойду прогуляюсь. Погода хорошая. Прошкина воспользовалась моментом. Долила воды до краев ведра и прибавила газ, рассчитывая, что вода закипит и зальет конфорку. То есть я так понимаю, что ваш план не удался. Евгений спас свою жену. Ну, а вы на этом решили не останавливаться. Вы знаете, в жизни мне не на кого рассчитывать. Только на себя. Так что я действовала, как могла. Закрой рот и дежурь молча. Понял меня? Вон из класса. Людмила по-свойски зашла в класс Громовой. Та стояла у открытого окна. Прошкина завела с ней непринужденную беседу. Ой, Наденька, какие у вас цветочки выросли. Вот что значит легкая рука. Да не выдумывай, Люда. У всех растут, если ухаживать не лениться. Ой, а что это? Смотри. Где? Что? Где? Что? Я не вижу... А-а-а! Значит, решили, что в любви, как на войне, все способы хороши? Да нет. Женского счастья хотела. Вот и все. За умышленное убийство суд приговорил Людмилу Прошкину к 10 годам лишения свободы. Евгений Громов после смерти жены сильно запил и умер от сердечной недостаточности через два года. Его дочь на похороны отца не приехала. Дачу, купленную родителями незадолго до трагедии, она продала.